Виолетта Стим, Клуб Рэйвин, Моему Тёмному Принцу. Глава первая. Охотники за кровью. Город Хэкспридж был так мал и неприметен, что даже опытный путешественник с трудом обнаружил бы эту точку на карте. С давних времён в народе его называли Ведьмовским мостом. Но невидим, ни даже захудалой речки в городке не существовало, так считали те горожане, кому не довелось в своей жизни столкнуться с неизведанным. А неизведанного, если хорошенько приглядеться, в Хэкспридже водилось достаточно. Был там и мост, на мост совсем не похожий, ведущий в темноту. Бухта, зажатая с двух сторон высокими скалами, а с третьей — густым лесом, казалась идеальным местом для людей, привыкших к уединённой и простой жизни. Как и всюду, на юго-западном побережье Великобритании в Хэкспридже промышляли рыболовством. И сегодня, пасмурным июльским утром, возле старинной каменной гавани собралось немало моторных лодок и мелких судов. Сами рыбаки столпились около пустующих пока уличных прилавков, где обычно по дешёвке продавали выловленную рыбу и морепродукты. Перебивая друг друга и тыкая пальцами на хмурящееся на горизонте небо, они спорили. Всё указывало на то, что надвигался шторм. Но показания приборов и прогнозы синоптиков утверждали обратное. Погода в Хэкспридже всегда была непредсказуемой. И что на это влияло, никто понять не мог. Издалека за спором наблюдали люди в чёрных одеждах. На их бледных лицах отражалось такое подозрительное спокойствие, словно они точно знали причины внезапной перемены погоды. Постояв немного на набережной, люди пошли прочь по узким улочкам к расположенной неподалёку от главной площади гостинице с названием «Лисий хвост». Её хозяин, тучный и разовощойкий мистер Коб, не обращая внимания на съехавшую на глаза кепку, скотчем приклеивал на окно написанное от руки объявление «Все номера заняты, мест нет». На другой стороне улицы из-за двери антикварной лавки выглянула пожилая женщина, закутанная в цветастую шаль. Тяжёлым взглядом она проводила людей в чёрных одеждах, скрывшихся за порогом гостиницы, посмотрела на пасмурное небо и без улыбки помахала мистеру Кобу, заметившему её. «Коль творится тёмное колдовство, хорошей погоды не жди!» Пробурчала она себе под нос, вздохнула и вернулась обратно в лавку. Штормовой ветер волной пронёсся по верхушкам трёх дубов на площади и устремился мимо коттеджей и особняков к древнему парку на окраине, где возвышались башни средневекового замка, известного как Далгард-холл. В замке этом по сей день проживали потомки некоего рыцаря, ещё участвовавшего в войне роз. Старый Чарльз Далгард, сейчас заседавший в своём кабинете, звал себя графом, как и его предки. Ему принадлежала большая часть земель в округе, и жители Хэксбриджа не сомневались в его богатстве. Вот только были ли Далгарты на самом деле потомственными аристократами? Или использовали фальшивый титул в целях наживы? Определить было не так просто, да и никому здесь не нужно. Все в городе давно привыкли считаться с графом, его боялись и уважали, к нему прислушивались. Откинувшись на высокую спинку обитого коричневой кожей кресла, он сцепил морщинистые крючковатые пальцы в замок и оперся на них подбородком. Взгляд его водянистых серых глаз выдавал беспокойство, а весь вид показывал мрачную сосредоточенность. На столе перед ним лежало письмо, по которому скользил кончик дорогой перьевой ручки, выводящие без помощи хозяина витиеватые слова. Граф был одет по всей строгости забытых традиций. В лакированные ботинки, черные, отутюженные брюки со стрелками, такие же черные, пиджак и жилетку с закрепленной на ней цепочкой, серебряных карманных часов и белоснежную сорочку с высоким, жестким воротником. Короткие седые волосы графа были зачесаны назад. Своему внешнему виду он уделял внимание не меньше, чем распорядку дня, воспитанию сыновей и долгой усердной работе. Все и всегда должно было происходить по его плану. Когда же привычный уклад нарушался, граф выходил из себя. А в данный момент рушился не только уклад, но и вся привычная жизнь. Перьевая ручка последний раз взлетела, чтобы окунуться в густую багровую жидкость, заменявшую чернила, вывела на бумаге завершающую фразу, поставила точку и плавно легла на лакированную столешницу. Чарльз Далгард подался вперед и взял бумагу в руки, чтобы перечитать написанное. Буквы еще влажные, зловеще поблескивали в свете настольной лампы. Письмо было написано кровью светлых чародеев. Кому, как ни графу, можно было позволить себе такое? Он сам считал это приятной роскошью, допустимой после стольких лет службы охотникам. Дождавшись, пока кровь высохнет, он решительно сложил письмо в три раза, положил в конверт и с силой дернул заплетенный шелковый шнур, закрепленный на стене по правую сторону от стола. Чарльз не мог этого слышать, но точно знал, что сейчас где-то в подвале замка, в общей комнате для немногочисленных слуг, мелодично зазвенел колокольчик, оповещающий о приказе господина явиться к нему в кабинет. Чарльз развернулся на крутящемся кресле от стрельчатого окна, возле которого стоял стол, и будто бы впервые оглядел свой кабинет. Кабинет, который принадлежал ему вот уже тридцать с лишним лет, и с которым довольно скоро придется расстаться, если все продолжит идти не по плану и дальше. Выкрашенные матовой белой краской неровные стены были заставлены высокими книжными шкафами, а возле небольшого, отделанного темным деревом камина располагался двухместный диван, на котором Чарльз любил коротать вечера, ставшие на пенсии вдруг свободными. На полках можно было найти не только магические труды, но и классику английской литературы. Шаги отозвались эхом в коридоре, а затем раздался короткий предупредительный стук в дверь. Получив разрешение войти, чуть запыхавшаяся горничная в длинном форменном платье цвета черного кофе и в накрахмаленом переднике открыла дверь. Она поклонилась и замерла, ожидая указаний. «Письмо доставь с посыльным магистру. Немедленно. И позови ко мне Дрейка». Сухо проговорил Чарльз Далгард, протягивая ей конверт. «Постой! Где Дориан?» «Молодой лорд, на задании штаба, мой господин». Услужливо и быстро, словно опасаясь, проговорила девушка. Она видела, что граф не в духе. «Хорошо, тогда зови Дрейка». Торопливо поклонившись, горничная вышла в коридор, притворив за собой дверь. Вздохнув, граф на мгновение закрыл глаза и вновь откинулся на спинку кресла. Он был слишком стар для подобных происшествий, да и повлиять уже ни на что не мог. Ситуация, которая еще недавно выглядела лишь очередным последствием проклятия, обрушившегося на магов больше века назад, теперь стало все отчетливее походить на спланированную акцию. Кто-то мутил воду в ведьмовском сообществе, кто-то хотел захватить власть, и времени, чтобы обнаружить его, оставалось мало. «Отец!» послышался голос Дрейка. Старик нехотя разлепил веки и, морщась, потер их тыльной стороной ладони. Фыркнув в знак того, что Дрейк вошел в кабинет без стука, Чарльз выпрямился в кресле и посмотрел на взрослого, восемнадцатилетнего сына. Его темные волосы были растрепаны и очень уж отросли. Они почти скрыли под собой мочки ушей и сережку в виде волчьего клыка, магического амулета. Да и одет он был как городской раздолбай, а не как сын лорда в обычные джинсы и серую толстовку. Граф подавил желание прочитать очередное нравоучение. «Виконт Крейг мертв», сказал он без лишних предисловий. «В Хэггсбридж уже слетелись тервятники, до самых похорон их не разогнать». «Я понял это?» кивнул Дрейк, серьезно глядя на отца черными как у ворона глазами. «Когда здесь кто-то умирает от темной магии, погода всегда резко портится». «Нас осталось шестеро, сын», продолжал старый граф. «Шестеро из тринадцати членов Верховного Ковена». «Я позвонил Ричарду Хаттону и уговорил его отказаться от титула и от места в Ковене ради его собственной жизни». Он согласился. «Магистр получит письмо об этом с минуты на минуту». «Тебе тоже следует это сделать? Отказаться от места в Ковене?» с поспешной горячностью выпалил Дрейк. «Многие понимают, проклятие здесь ни при чем. Кто-то совершает эти убийства намеренно». «Нет, Дрейк», твердо сказал Чарльз. «Найти убийцу возможно, только оставаясь на своем месте. Рано или поздно он выдаст себя. если со мной что-то случится, с вами останется крестный Ричард». «Я поговорю с сэром Хаттоном и даже с Дорианом. Уверен, мы сможем во всем разобраться. Если еще сообщить Рубине и ее отцу, ты не обязан оставаться в Ковене, когда это не твое дело», перебил граф ледяным тоном. «А мое?» «До тебя опасность доберется в последнюю очередь. Не лезь в это. Вечером я собираюсь поговорить с вами троими. С тобой, с Дорианом и Морганом. Ступай». По лицу Дрейка было заметно, что он борется с желанием сказать что-то еще. Но в итоге, поджав губы и кивнув, он вышел из кабинета. Старый граф развернулся обратно к окну. Прежде чем начать очередное письмо, он взял в руки прислоненную к стене трость, символ его прежней силы и власти, и задумчиво повертел ее. На балдашник трости в виде серебристого ворона с разинутым клювом блеснул на свету. Черный рендж-ровер уверенно мчался прочь от Хэксбриджа по узкой трассе, проложенной посреди леса. Желающих посетить прибрежный город было так же мало, как и желающих его покинуть. Полосы в обе стороны пустовали, а высокие вековые деревья, каких в стране почти не осталось, укрывали собой дорогу и приглушали все звуки цивилизации. Свободная трасса, скорость и мрачное штормовое небо только усиливали беспокойство и предвкушение. Такие задания, как сегодня, выпадали нечасто. Дориан Далгард, сидящий на переднем сидении, высунул ладонь в открытое окно и подставил пальцы навстречу потоку воздуха. Целью была семья из трех человек. Отец и годовалый сын светлые, мать предательница из темных. Если им повезет, все будет кончено еще к закату. Что мы о них знаем? Спросил юный граф Марк Фрэнсис, отвлекаясь от руля. Ему едва исполнилось восемнадцать. Он был самым молодым в команде охотников, состоящей из трех темных магов. Сегодня парень выезжал на задание в первый раз. Дело не читал, да? Усмехнулся Дориан. Посмотрев на себя в зеркало заднего вида, он зачесал ладонью темные волосы, растрепавшиеся от ветра. Его стальные серые глаза казались на свету еще светлее. Накануне задания нужно готовиться, теорию повторять, а не флиртовать со всякими Иви в Шеверт Спае до ночи. Студент. Ты что мне, мамочка? Огрызнулся Марк. Он обиженно надул пухлые губы, и его гладкое лицо стало походить на лицо обиженного ребенка. Милашка Иви будет поважнее каких-то там светлых выродков. Эти выродки могут тебя сегодня убить, подал голос Коул с заднего сиденья. Ты ведь не думаешь, что мы окончательно победили в войне со светлыми волшебниками? Та победа, что случилась век назад, была номинальной, а война продолжается до сих пор. Дай светлым чуть больше сил, позволь завладеть любыми артефактами, и они примутся за старое. Вот почему мы устраняем их первыми. К счастью, тьма проигрывает только в старых сказках. На деле же нам чертовски везет. Видимо, он и занятия в академии прогуливал, заметил Дариан и, обернувшись, посмотрел на Коула. Будь добр, передай мне папку. Светловолосый и кудрявый Коул Ла-Ривьер был выбран командиром для сегодняшней миссии. Он являлся сыном магистра Верховного Ковена, и потому самые лакомые задания в штабе охотников, наемных убийц среди темных, выпадали ему довольно часто. Дариану, которому, как и Коулу, было 24 года, с назначениями не везло. Честь возглавить задание выпадала ему всего пару раз, а старый граф Далгард не спешил воспользоваться связями, чтобы подтолкнуть карьеру сына. Взяв картонную папку, Дариан раскрыл ее и пролистнул пару страниц с подробностями дела. Светлый чародей Люк Гиллан со скукой в голосе зачитал он. По некоторым данным, Люк долгие годы скрывался в горах Шотландии. Раньше у светляков Хайленда были подвязки с орденом Монтеры. «Я помню, отец рассказывал, жаркая в Хайленде была битва», сказал Коул, усаживаясь по центру заднего сиденья и вытягивая голову вперед. «Светляков из Шотландии окончательно выкурили около двух лет назад. Теперь там безопасно». «Именно тогда Люк бежал сначала в Ирландию, потом в Уэльс», продолжил Дориан. «Очевидно, где-то там он и познакомился с нашей Элис». «Выехав из леса, автомобиль последовал по ровной дороге, окруженной полями и одиноко стоящими вдоль обочины деревьями. Они уже подъезжали к деревушке Палбери, возле которой недавно были замечены светлые». «Сбежать со светляком!» презрительно выплюнул Марк, глядя на дорогу. «Экзотики девкам не хватает, что...» «Фот wh мост в поетку и нагрели в